Ну шо, специальный выпуск нашего шоу Ейтеры, фанаты и другие нонемы Пришли в новый суши-ресторан Горилла Байбаста Чтобы задать острые вопросы маме русского рэпа Инстасамки, если она сольется, то платит всем счет А если я ответил честно, поляну накроет паста Объясните мне тогда, почему ненавидит Инстасамку? Ну я сосучлен охуенно Хорошо, можешь пососать Сейчас будет пиздилка Не прихуела ли ты? Господи, из какого подъезда вы его достали Я боюсь, чтобы тебе сейчас не разукрасило рожу тебе за этих слов А вы че думали? Я умею только орать? Детектор лжи История зеленкой постановочная? Дорогие друзья, это вопрос ребром Горилла Байбаста И у нас в гостях сегодня Инстасамка Аплодисменты! Что уж греха таить, дорогие друзья За последнее время на голову Инстасамки вылилось много хейта, злости, зеленки и всего-всего Мой соведущий с двумя замечательными девчонками Кейв Стоунер, аплодисменты ему Недолго думая, приступим к вопросам Всем привет, меня зовут Кристина Даша, я считаю тебя полной бездарностью Ты говоришь, что дохуя зарабатываешь, но почему ты не купишь себе нормальные треки? Твой парень просто пиздит все у запада, но при этом все равно выходит в полное дерьмо Окей, это твое мнение Бэйн! Это твое мнение, ты имеешь на это полное право Отвечай, ну говори что там Что мне сказать, насчет треков, ну о вкусах не спорят Кому-то нравится и очень многим людям нравится Но мои концерты ходят людьми, я сейчас сижу здесь, а ты сейчас пойдешь домой Так а зачем пиздить? Почему не придумаешь свое? Почему не заплатишь людям, которые напишут тебе трек, а не спиздят? Что я спиздила конкретно? Можно включить все треки? Или можно я с телефона включу все треки, которые ты спиздила? Похоже Это что, твой трек был? Весь альбом, весь альбом спижем Ну я тебе скажу, что Мерседес и БНВ тоже четыре колеса Ооо, а нига А нот всего семь, понимаешь? Надо как-то крутиться же Ну да, зачем думать свое? Не, а может это ее принцип Ну классная штука, надо ее взять Мы же носим одинаковые вещи Так она же выступает за то, что обслуживающий персонал должен хорошо выполнять свою работу Почему ты ее выполняешь хуево? Это твое мнение Есть товар, есть спрос Но ты хуево продаешь свой товар С чего ты это взяла? Ты как Алиэкспресс просто Ну я пиздишь Я сижу здесь Эй, сейчас будет пиздилка Я отойду Ну это твое мнение Я рада, что ты его сказала Хоть у тебя и трясется губа Можно я? Хорошо Можешь пососать Приеду домой Приеду домой и обязательно это сделаю Неплохо Неплохо первый ряд сегодня жестковат Я в отличие от некоторых не одета как у ебища Хорошо Иди нахуй Ребят, я многое повидал, смотрите, по-братски Это был твой час славы, минута славы А потом ты пойдешь домой жить своей жизнью А потом ты пойдешь домой, поедешь на метро Даже есть треки Треки правда одинаковые же, да? Ну или нет? Тебе не кажется Ну вот так, между нами Ну по совести, если говорить, не крутить Жопой на стуле Ну немножко есть, ну да Она же просто вдохновилась мотивом Нет, ну слушай, есть люди, которые... Есть какие-то моменты, которые, да, действительно Могут быть откуда-то взяты Но остальное это трек, это... И никто не слушает мой голос Мой голос это инструмент Ты не понимаешь, что нужно слушать подачу Если ты не хочешь слушать мою музыку, не слушай, все Нужен полный продукт Люди же тоже платят за твои концерты Ну ты мне платишь? Нет, зачем? Я не трачу деньги на хуйню Ну и все, ну и все Значит, закрой свой рот и сиди молча Даш, привет, меня зовут Сарюна Красивое имя, что значит имя ваше? Мое имя значит чистота Круто На самом деле я считаю, что ты большая молодец Потому что ты зарабатываешь на своем любимом деле Ты делаешь то, что ты хочешь Хайпуешь И мой вопрос, смотри Ты хайпуешь Можешь плюнуть на любого человека в лицо в любом переносном смысле Что это значит? Что это значит? Подожди Я могу плюнуть в камеру И потом протереть ее Но никогда Окей, хорошо Никогда, ни разу в жизни я не плюнула ни в кого Вопрос, смотри Ты дома с близкими общаешься так же, как и в инстаграме? Или по-другому? Конечно, нет Ну, конечно А какая ты дома? Расскажи нам, пожалуйста Дома я такая домохозяйка хорошая Домохозяйка? Да Борщи ебашит, понял, бля Порезать можешь что-нибудь? Могу, все, что угодно могу Могу постирать Постирать? Могу погладить Могу все, что угодно Ооо А можешь, давайте вот дадим Даше хлеб, чтобы она порезала Да у нее, ты убил какие-нибудь царапки? Ну, а что, ну, она же дома всегда Можешь порезать? Конечно Хлеб и нож принесите Давай, ты сделаешь какой-нибудь бутерброд, который сделала мужику любимого Вот какой бы ты сделала? Я ему бутерброд не делала, мы хлеб не едим Ну, как так, иногда Ты прямо напополам режешь себе ему, да? И вот так и грызете вдвоем Нет И теперь вдоль, и теперь вдоль Посмотрите, какие ровные Умеет женщина Могу А вы что думали? Я умею только орать Вы так думали? Орать? Орать я тоже умею Спасибо Аплодисменты, поставьте Три равных куска просто У меня зовут Влад, я из Омска Даш, прекрасно выглядишь просто Обалденный лук, реально Как ты красавица Скажи, пожалуйста Такими ногтями удобно козявке из носа доставать? Для этого у нее есть помощник И нам спросить Я слишком дорогой, меня может потянуть только бастом Я хан, конечно Я понял, понял Вопрос только такой Какие у тебя есть реальные таланты, кроме того, что ты наебываешь людей? Ну, я сосу член, охуенно Это круто, реально Талант Спасибо, больше вопросов нет Я рад, что с толпы никто не крикнул Докажи Я визажист, но не из тех Спасибо Класс, класс В общем, я не из тех робких девочек Кисти, шмотки, которых ты выбросила Я говорю, собирайте свои ебаные манатки И уебываюсь Нахуй Из моей квартиры Смотри, вопрос такой Оказавшись лицом к лицу с человеком, который может за себя постоять Ты рискнула бы вести себя так же? Ну, если бы он опоздал и сорвал мои планы, конечно, да Девочки подвели меня очень сильно На полтора часа опоздали Я перенесла свои съемки на следующий день Это произошло уже шестой раз И, наверное, моя ошибка только в том, что я со второго раза им не сказала, девочки, до свидания Не, на самом деле ты сделала на публику нечеловеческие какие-то вещи И лично в моем понимании мира это вообще никак не укладывается Именно поэтому А что не укладывается конкретно? Выбрасывает там, знаешь, вещи, на которые люди там, может, годами копили А если я тебе скажу, что это мои кисточки, которые я покупала специально для себя И я просто выбросила эту косметичку с тем, что покупала я Мои визажисты приходят ко мне с тем, что я купила для себя Я не делаю это просто так, понимаешь? Если бы ко мне пришли по бартеру визажистки красить меня за отметку в истории Я бы не смогла ничего сделать Потому что у меня нет гарантии, понимаешь? Ну, в таком случае Тут мои деньги, подожди, пожалуйста А тут мои деньги, это моя гарантия И когда я плачу людям деньги, я считаю, что все должно работать как швейцарские часы Без пиздежа на работе, типа Меня бесит, когда они стоят, пиздят Меня бесит, когда у них воняет изо рта с утра Когда они приходят без жвачки Я им об этом говорю, они меня красят, они в 10 сантиметрах от моего лица И когда я почувствовала этот запах, я сказала Дорогая, я тебе куплю жвачку, пожалуйста, без жвачки ко мне не приходи Меня бесит, когда у визажиста потные руки Я сразу же об этом говорю Мне это не нравится, потому что я плачу за это деньги Я должна находиться в комфортной обстановке И в комфорте, понимаешь? Я не должна терпеть никакие выходки от обслуживающего персонала Которому я плачу деньги Еще раз повторяю, деньги Я плачу в стране налоги И я эти деньги выгрызаю зубами каждый день Вас смутило больше не то, что она их там поругала и оскорбила А именно то, что там перешло немного рамки какие-то, да? Да, я просто знаю, сколько стоит косметика Дело, допустим, давайте вот с вами поговорим Если вот у вас есть какой-нибудь, может поделитесь опытом Вот к вам приходят люди, да? Я без сторон, просто мне интересна реакция Как правильнее было бы поступить, да? Вот у вас эта девочка, она вам говорит Приезжайте ко мне на другой конец Москвы Вы едете, бросаете там дела, работу там другую, да? Приезжаете, она вам говорит Сори, там меня еще нет, я буду через два часа И так продолжается там пять-шесть раз Ваша реакция? Или вы сразу просто откажетесь, скажете На этом вопрос закрытый, с этими людьми больше не работаю просто Не, на самом деле я человек достаточно терпеливый Но, наверное, на второй раз я бы точно спрашивала Во сколько мне приезжать и так далее А я верила, я выслушивала, что у них есть дети Я верила, я думала, блин, они хорошо работают, но ничего страшного Я верила и верила, и верила, вот до какого-то момента И просто у многих людей вопрос, то есть все понимают, что когда люди опаздывают, это бесит Вопрос, почему ты, ну, не могла объяснить это, как бы, ну, по-человечески сказать там И у многих сложилось впечатление, что агрессивный путь ты выбрала С первого раза Нет, не потому что такая, а что тебе был кайф именно это вот так вот сделать Просто разорвать людей в очередной раз Мне не было в кайф переносить съемки и устраивать людям, которые, за которую, аренду, за которую я заплатила Оборудование, аренду помещения, стилистка, которая стояла, меня там ждала Всем этим людям я заплатила И если на тебя никогда никто не работал, то я думаю, что ты вряд ли меня поймешь Сколько денег сгорает просто из-за того, что какие-то две телки решили опоздать Они теряют 10 тысяч рублей, я теряю миллион рублей, понимаешь? Да, смотрю, у меня тогда вопрос такой, ты им заплатила в итоге за работу? Да, окей Вопросов у меня в принципе пока нет, позиция твоя понятна Меня зовут Маша, привет из Ростова Привет Подскажи, многие звезды публично как бы тебя оскорбили за твои высказывания И даже Клава Кока отказалась как бы дальше продолжать с тобой работать Я вообще хотела пойти тебе навстречу и подумать о какой-то нашей с тобой совместной работе, о которой ты мне просила Я считаю, что твой порог низкий, я считаю, что люди, которых ты оскорбила и оскорбляешь каждый день В тысячу раз достойнее, чем ты Надеюсь, что наша жизнь нас с тобой никогда не сведет Подскажи, с кем из звезд ты разорвешь всяческие отношения, а с кем продолжишь работать? Я ни с кем не хочу ни разрывать, ни ругаться, никакие отношения разрывать В Клаву Кока мне немножко стало непонятно вот это вот высказывание насчет меня Потому что когда Алишер творил хуйню и ссал на телефон на подписчиков, ссал в рот им там и так далее Ну, я ничего против не имею, Алишер, ты крутой Она немножко другого мнения была о таком поведении И у нее прекрасно сложилась совместная работа с Алишером А когда я сделала что-то, что ей не понравилось, она слилась сразу Ну, просто мне кажется, что она это сделала не из-за людей, не из-за того, что... Типа жест такой, что люди, вы молодцы, у вас все получится Мне кажется, она сделала это просто для того, чтобы показаться хорошей И немножко так себя стряхнуть Ну, если были какие-то там претензии к ней, что она такая, ну уж точно я хорошая Ну, вот Инстасамка, ну все, фит, откажусь, все, нет То есть тебе показалось... Но прикол в том, что Blackstar мне первые предложили фит с ней, не я ей предложила Есть доказательства? Есть Есть пруфы Доказательства в студию! А теоретически, если я намочу фит с Клавой Кокой У них с Дашей биф какой-то был поверхностный Клава разъебывает сейчас Можно сделать неожиданный для аудитории хайповый ход какой-то Такого фита уж точно не ожидает никто Что для медиа-индустрии может быть интересным Зря! Можно сделать бомбу! Предлагаю немного шире личных каких-то неприязней думать Мы с тобой, менеджеры-продюсеры, должны понимать, что эта обсуждаемая тема могла бы быть Эээ... Да нет, не в личной неприязни дело Я думаю, когда, типа, дело касается работы, вся личная неприязнь, ну, это не касается личной неприязни, в общем Не должно, по крайней мере Нам просто, типа, в целом, ее стиль вот вообще не интересен Да, она там висит в топах, но мы тоже висим Я думаю, и у нее, и у нас все будет хорошо По разные стороны Просто это вот вообще вот не то, что мы хотим делать Чисто это с коммерческой точки зрения, да, я согласен, это круто Но, типа, мы даже думать не будем, потому что нам это чисто со своей, там, моральной точки зрения это не интересно Да, то есть мне предложили, я отправила сразу же трек, мы поехали сразу же писать Джо Пу Джуси, которая была в чартах месяца три, наверное Да Она отказалась от этого трека, сказала, что там очень много матов Я такая думаю, ну, ладно, это ее выбор, все хорошо И вот мы с ней встречаемся в ресторане, все хорошо, мы посидели, все обсудили, все классно Меловая встреча или подручная? Мы просто, просто решили познакомиться, и потом она выдает вот это вот то, что фита не будет и все такое, но хотя я, типа И не хотела ты Ну, не, я не то, что не хотела, я бы хотела, но если этого не случится, то и невелика потеря, окей Может, это лейбл сказал? Нет, давай это сделать Может быть, но это тоже их мнение и все Я считаю, что на данный момент ей нужнее фит со мной, чем мне с ней Ауч Меня зовут Алена, ты мне нравишься, я тебя респектую Спасибо большое Но мне интересно, есть ли у тебя какие-то фобии, страхи, боязнь совершить ошибку, или же все-таки ты такая охуенная вся Ну, у меня была одна боязнь приходить домой и понимать, что в квартире пусто, и я одна Вот у меня была... То есть твой страх одиночества? Ну, боишься соседа? Да, был такой страх А все, понятно А у тебя, Вась? У меня самый большой страх Ага Ну, ну, серьезно, Жданна говорит Ну, да Самый большой страх не сделать того, что должен для своих детей Например, двое детей, поэтому единственный страх, а так, в принципе, бояться ничего Скажи, что такое для тебя одиночество в целом? Ну, как часто в жизни ты сталкивалась до того, как ты стала такой популярной? Ну, честно, никогда не сталкивалась Я никогда с этим не сталкивалась, но мне как-то сказала просто моя подруга, что... Когда мы с ней, короче, ругались, ссорились, уже все, там уже расходились, уже все, я ей говорила, все, я не могу с тобой общаться, потому что... Потому что ты меня тянешь вниз, и я слишком много отвлекаюсь от работы, и типа, сори, ты меня бесишь уже, все А ты вот так просто с подругой, из-за того, что она тянет тебя вниз? Ну, она очень много денег с меня стрясла, я очень много возила ее в разные страны, и очень... Короче, очень болезненно Как мы с тобой истомер Очень болезненная потеря для меня это была, и она мне как-то сказала, что, Даша, вот ты с таким отношением к людям когда-нибудь придешь домой, закроешь дверь и поймешь, что ты совсем одна И у меня эти слова до сих пор в голове, и я думаю, блин, хоть бы так не случилось, но так не случится, потому что я этого не хочу Слушай, не случится, потому что ты этого не хочешь? Ну да Есть секрет такой, что не происходит то, чего ты не хочешь? Все происходит так, как ты хочешь Ну, как можно расстаться с любимым человеком? Ну, ладно, если там причина смерти и что-то такое жесткое, это понятное дело, ты ничего не исправишь Ну, а когда ты ебешь своему мужику мозги, ты же понимаешь, к чему это приведет? Зачем ты это делаешь? Я не знаю, у меня мужика нет, к сожалению Ну, я понял, да Вы поняли, да? Да Типа этого можно просто не делать и все Классно Классно Что-то я об этом вообще не думал Здравствуйте, меня зовут Рафаэль, я приехал из Владивостока, чтобы Даша тебе задать вопрос один Спасибо большое тебе Ого Не прихуела ли ты? Нет, вполне Оль, только я хотел это сказать Вполне нет Отлично себя чувствую Ты буквально год назад сидела у Амирана на передаче, блять, вся такая невинная и извинялась перед Подписчики, аудитория, я извиняюсь и каюсь перед каждым Знаешь, я тебе могу сказать, что я пиздела, когда извинялась Нет Мое мнение Мое мнение насчет ситуации, которая происходила тогда, было совершенно другое, я не знаю, почему я начала извиняться, если бы сейчас это бы произошло со мной, я бы, наверное, нахуй всех послала Да, то есть ты переобуваешься вообще на ходу, да? Ну да Ну да Ну да Понятно, спасибо Люди меняются У меня такой вопрос к самке всегда просто был Инстасамке Инстасамке Ну, самка Самка ее называют А может самка, да, можно говорить? Ну, как удобно Скорректируй, как правильно Все хорошо, все Я боюсь, чтобы тебе сейчас не разукрасила рожу тебе за этих слов Она может, да Да, может, она может Слушай, такой вопрос к тебе, а вообще сколько ты зарабатываешь на своем вот этом вот хайпе, да, каком-то невероятного масштаба, что собирает миллионы просмотров И второй вопрос, почему в твоем возрасте другие девочки не могут столько же зарабатывать, ну сколько и ты, да? Чем они отличаются от тебя? Ну сколько я зарабатываю, ну я могу в месяц 5 миллионов заработать, могу в другой месяц 9 заработать, не знаю, по-разному По поводу того, сколько я зарабатываю на хайпе, именно на тех ситуациях, которые происходят со мной, я не зарабатываю ничего То есть, ну я не поднимаю охваты в историях и потом не продаю рекламу, типа мне это не нужно Я просто это делаю, потому что вот у меня порыв, меня что-то взбесило, и я решила это выложить, я решила об этом рассказать, я решила привлечь к этой проблеме внимание Но я зарабатываю на хайпе ноль, я зарабатываю на музыке Ну хайп это же все равно составная часть твоей работы Когда ты же истишь, повышается ли уровень твоего рейтинга или нет? Я тебе сейчас просто покажу неприличную цифру, просмотров историю Сколько там? 5 и 2 миллиона, это где тебя зеленкой облили? Да Ну говорят, что это ты сама себя облила, может такое быть или нет? Нет, меня облили зеленкой возле офиса, облили и убежали Ну ты понимаешь да, почему люди так реагируют на тебя, да? Ну да, в принципе понимаю Нет, есть как бы, есть просто несколько вопросов у людей Если это там игра, которая дополняет твой музыкальный образ, твой образ как человека из медиа, то это один вопрос Если же это там настоящая ты, хотя уже непонятно настоящая ли ты, после твоего предыдущего высказывания о том, что я переобуваюсь и выбираю сама какой мне быть Ну переобуваюсь это в течение года, конечно, у меня поменялось мнение о той ситуации, которая происходила год назад, естественно поменялось, но я говорю про тот вопрос, который задал чувак из Владивостока Даша, можно вопрос? А почему, ну второй вопрос мой какой был, а почему другие девушки не зарабатывают сколько и ты? Не хотят? Просто не хотят Только не хотят, да? Ну я думаю, что да Сама это всего добилась Мне кажется, что не хотят таким способом просто Ну находят, может, я не знаю, ну может быть не хотят таким способом, может быть просто не хотят, я не знаю, почему люди не зарабатывают деньги А кто дарит вот самые дорогие подарки, ты своему парню или твой парень тебе? Ну по-разному бывает Ну последние два, вот сейчас был День Святого Валентина, что подарил он тебе? День Святого Валентина он мне подарил сумку, сейчас покажу какую Вы что записываете там, что вы другую отдалите что ли? Нет, я сейчас ее найду просто, вот она Вау Это что? Жак Мек Что это? Вы специалист Давайте у специалистов, дайте микрофон специалисту У нас за одну секунду, люди становятся специалистами Барсеточный специалист у нас Скажи, пожалуйста, что это за сумка? Жак Ньюс Что она сейчас в тренде? Маленькие сумки, которые безумно взять Ну она вот такая где-то, есть маленькая Есть разные размеры, да Сколько стоит она? 35 по-моему и выше А вы из этого, да? Ну занимаетесь этим всем, разбираетесь Я да Вас как зовут, скажите, пожалуйста Егор меня зовут Егор, скажите, пожалуйста Как вот вы, ну считаете себе, что у вас хороший вкус? Ну, относительно Относительно, вы можете оценить вот инстасамку, как она Давайте поддержим его А? Нет, давай, выходи, выходи Спасибо Выходи, не стесняйся Хорошо, дорогой Давай Дорогой? Да Егор красавчик Не, ну очень хайпово, да Ну Здорово Горячо Ну а ценец, расскажи, что тебе самое нравится Вот Сумка Винтаж Класс Скажи, скажи, что нужно вот себе изменить Кейвстонеру, да? Знаешь, что такое Кейвстонер? Ну, когда он появится, ты его увидишь сразу Что нужно сделать человеку Вот Вот Ему Встань, пожалуйста, по-братски Ну, встань Ну, по-братски Я не в лучшем виде одет, брат Я с упорчен свой кинток Вот что можно сделать Кейвстонеру, это он Что нужно сделать Кейвстонеру, чтобы выглядеть стилево? Вот на твой взгляд, что бы ты добавил? Ему надо просто быть Ему надо просто быть Что бы вы посоветовали инстасамке, чтобы улучшить ее образ не только в одежде, а вообще вот в тональности общения, в демонстрации себя? Ваше мнение? Честно даже не знаю, я не особо слежу за самкой Может вопрос есть какой-то? К сожалению, нет Так а хули ты тут делаешь? Вот Что, не видно по нему, что он пришел покушать? Спасибо, спасибо большое Так уж вышло, что больше половины твоей аудитории это девочки, которые младше 18 лет, и у тебя довольно вызывающий образ и песни И мой вопрос звучит следующим образом Чему твои песни могут научить этих девочек? Какой посыл они могут принести? Я думаю, что я не совсем несу ответственность за чужих детей, и я делаю то, что я хочу В первую очередь, что я хочу, а как, через какую призму уже люди это все воспринимают Мне, как бы, если какие-то дети чему-то плохому у меня учатся, то это не моя проблема, я считаю А кто твоя аудитория? Ну, я думаю, что лет от 14 до 25, всякие разные люди, замечательные люди А что у тебя там в песнях просто, что ты что-то жесткое говоришь? Или ты у тебя жопа, там, попа? Ну, иногда, да, бывает, там Например Самая твоя, вот, самая, у нас рубрика сейчас будет, ребят, самая жесткая строка У меня есть строчка, и его член для меня еще слаще, чем Джуси И мой мэн, большой член, и его сайсик да в плюсе, я сукафак Это что, жесткие строки? Вы сейчас вот за это аморально... Ну, это самое, ну что вот мне приходит в голову Сколько стоит концерт? За выступление сколько ты получаешь? Ну, я не могу сказать А он менеджер, братуха, иди сюда Сюда, иди сюда, дерни сюда Давай, 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 тепленький Сколько она стоит бабок? Да х**а Старик, в каких купюрах тогда? Не, в рублях Пока в рублях Не, я понял, ты говоришь, да х**а Смотря какое выступление Смотри, 20 минут Смотри, 20 минут Клап-шоу Клап-шоу One second, one second, смотри Вот мы здесь сейчас всей братвой собираемся Вот в этом зале Здесь ставим звук, вот на этой сцене выступит Сколько будет стоить? Ну, лям Корпоративчик Как корпоративчик, если мы билеты сюда будем продавать? Не, с билетами в маленький зал не пойдем Не по билетам, за гонорар, сколько, вот если клуб по билетам, сколько будет стоить? Ну, три Три миллиона? Да Ну, хорошо Спасибо большое за славу Круто, круто, хорошие цены Хорошие цены Михалыч, а сколько у тебя стоит выступление? Какое? Ну, от корпоратив 70 тысяч евро А клап-шоу? Я не знаю, что такое клап-шоу Он уже давно не знает, что такое клап-шоу А я клап-шоу никогда, когда я начал выступать, тогда еще не было клап-шоу, честно говоря Тогда было просто, нужно было выступить в какой-нибудь х**не просто Я выступал, я выступаю, дорогая моя, с девяносто седьмого года Девяносто седьмого Понятно, короче, по факту мы сейчас подкрепляем Ироничная, циничная, богатая, стильная, уматовая За что ее тогда ненавидят? Расскажите мне Кто ее ненавидит? Объясните мне тогда, почему ненавидят инстасамку Из-за похабного отношения к глюне Я еще видел историю про доставщика, да? Который тебе принес Это вообще целая история Яндекс Если вы меня смотрите, вы Самая позорная доставка еды в Москве Я буду говорить это везде А что случилось? Я вам это сказала Это когда они Короче, это просто полный п**дец Рассказываю Не забывай, не переживай Целый год я заказывала еду в Яндекс еде И за целый год я решила, что я буду копить фотографии Пролитых заказов, скрины, отмененных заказов То есть я могу ждать по два часа Я только переехала, заказала себе на сорок тысяч Все, что нужно Шампуни для белья, стирка Все, короче, все, что первоначально нужно при переезде Я ждала два часа И через два часа мне просто отменили заказ Нормально? Нет Мне приносят разлитые заказы Курьеры мне говорят спустись на первый этаж Я не могу найти твое крыло У нас в России официальный язык русский Как проходит собеседование в Яндексе с людьми Которые двух слов не могут связать Если бы я сейчас приехала в Китай, я бы вряд ли там смогла курьером работать Потому что я даже не смогла бы прочитать вывески на улице Указатели Тебе не кажется, что Это же всем проблемы понятны Мы получаем разочарование от соприкосновения Когда нам опаздывают, не доставляют что-то, не привозят Когда мы тратим кучу времени Тебе не кажется, что можно было бы сделать такую инициативу Собрать просто коллективную, какую-то общую группу Кому здесь в этом зале привозили не то, что вы хотели или опаздывали? Поднимите руки Кому приносили разлитые заказы? Ну бывает всем, но я имею ввиду, что это может работать немного по-другому Просто мне кажется, что ты превратила это просто в войну с океаном Они немножко по-другому мыслят Они не мыслят так, чтобы решить вопрос для всех людей Мне Яндекс.Еда предлагали привилегированный аккаунт, чтобы только ко мне никто не опаздывал И приходили маски в перчатках, я сказала нет Мне не нужен такой аккаунт, я буду об этом говорить дальше И они меня просто заблокировали Вместо того, чтобы просто разобраться с проблемой и решить вопрос, они заблокировали меня со всех моих девайсов То есть не важно поменяю ли я сим-карту на телефоне, именно с моего телефона не заходят в Яндекс.Еду Норм? Надо открывать самка деливери по-любому Конечно, представляешь какой с нее будет спрос? Просто там если на 5 минут кто-то опоздает, просто будет доставщику нос ломать просто Привет, меня зовут Дима Экзаслер, я певец и работаю моделью Смотри, ты в своих роликах всех называешь, ну почти всех, нищими Сколько, по твоему мнению, должны зарабатывать люди, чтобы не быть нищими? Ну не знаю, может быть, мне кажется то, что для человека Если учесть учебу, помощь родителям Вдруг там есть младшие, старшие, там сестры, братья Но мне кажется то, что нормальному человеку, который вот хорошо себя должен чувствовать Нужно зарабатывать миллиона четыре в месяц Вот прям на все про все, мне кажется, хватило бы миллиона четыре В месяц? Ну да, чтобы прям хорошо себя чувствовать Ну три окей, три окей, три На что ты потратишь эти три-четыре миллиона в месяц? Что за жаба душа? Слушай, у меня очень много расходов личных в плане Мама, младшая сестра У меня мама открыла отель, ну типа я ей открыла хостел И туда тоже очень много бабок идет Сестра летит в Лондон учиться То есть я не бухиваю бабки только на себя Ну а как скажи, ну просто вот мы с серьезностью поговорим Ты же понимаешь, да, что в нашей стране, что эти деньги, которые ты зарабатываешь Это же деньги, которые с тобой делят те люди, ну слушатели, которые зарабатывают Намного, в десятки, если не сотни раз меньше, что делать обычным людям, которые зарабатывают Работать, работать, рвать жопу и работать Рвать жопу и работать и не жаловаться Ты певец, да? Понял, что делать? Рви жопу и все у тебя получится Ну вы поняли, в каком понимании рвать жопу Я пошутил, не, ну просто это, знаешь Стараться работать, несмотря ни на что, в чем проблема Я скажу, вот у меня брат, допустим, инженер, у него красный диплом Он замечательный, в отличие от меня, он очень хороший человек Правда, он выучился, он закончил институт с красным дипломом Работяга, человек, который проектирует железнодорожные узлы и тому подобные вещи Он не то, что рвет Мать, я я же говорю, не то, что рвет Там просто на куски, на щепки, но получает вот столько Но, в свою очередь, он хочет делиться со своими заработанными деньгами, с любимыми артистами Меня он не слушает, к сожалению, брат Вот, и просто, я почему это скажу, что вот такие слова о том, что, ну, необходимы суммы И тогда ты состоявшийся человек, очень сильно Я не сказала, что это тогда состоявшийся человек Я сказала, что я считаю, что человеку для того, чтобы чувствовать себя спокойно, помогать своим родственникам, учиться, ну, в хорошем А, это абсолютно просто Да, ну, то есть я не говорила то, что, если человек меньше этой суммы зарабатывает, то он никто, нет, типа, ну, у каждого свой выбор Если ты приходишь на работу и чувствуешь, что тебе тут не нравится зарплата, то, наверное, не стоит терпеть этого, стоит куда-то, как бы Ну, вот куда, давай, ты сколько хочешь зарабатывать? Лям? И не рвать жопу А, так ты тоже такой, да, котик? Ну, я считаю, что человек зарабатывает по мере своих желаний Хорошо, хорошо, расскажи тогда, какие твои желания Ну, мои желания собрать хотя бы пока тысячу человек Ты певец, да, на самом деле певец? А что ты поешь, музыку или рэп? Рэп-поп, я выступал два года назад на рэп-фесте, ты мне дал третье место на Дне города Москвы А что это, это что-то значит, что ли, или что? Ну, и что, и ты хочешь лям зарабатывать месяц? Ну, пока да У него есть вообще возможности, как ты думаешь? За миллион, на что ты готов за миллион месяц? Просто петь? Ну, если мне будет платить миллион за то, что я буду петь, я согласен Никто тебе этот миллион просто так не принесет работать Понял, понял, понял Вася, ты когда заработал свой первый миллион? Вот чтобы сразу так, лям Свой первый миллион? Ну, у меня было много долгов просто И когда я стал заниматься музыкой, все очень долго все шло Я там с 97 года потом был перерыв, потом я опять переехал в Москву И зарабатывал тысячу долларов в месяц я Вот, и все шло, шло, у меня Пока все начало получаться, у меня долгов было 300 тысяч евро Ну, за проект в целом, ну, с инвестором И, ну, я как бы напрягался, конечно Но я знал, что у меня много материалов Я написал уже три альбома, там, Басты, целый альбом Нагана У меня было как бы много музыки, просто непонятно, как это было Ну, заработал миллион, я сразу раздавал долги И первые полтора года я закрывал то, что был должен Потому что не люблю фуфло пихать, да И, ну, как бы... Ну, я как бы... Сколько лет тебе было? Мне было 20... 27 или 28... 28 лет мне было Я тоже свой первый миллион 27 лет заработал А ты, Даша, когда заработала свой первый миллион? Лет, наверное, 18 С рекламы в инстаграме И сразу же пошла себе поставила виниру Потому что у меня были кривые зубы Ужасно кривые зубы И я очень... Очень сильно комплексовала И все, я пошла поставила себе зубы И все, и денег как бы не осталось И все, и я такая, ну... Круто Жалко, если вы бьют Я тебя поддержу Давай, я тебя поддержу Привет, Даша Задай вопрос так, чтоб все охуели Давай, ты можешь Нет, у меня на самом деле нормальный вопрос Ты человек, который поднялась за счет черного пиара Какой ты можешь дать совет молодым блогерам? И как ты вообще относишься к черному пиару? Ну, я бы не разделяла Черный, хороший, плохой пиар Я просто делаю то, что я хочу и все А какие три основных пункта для черного пиара? В смысле, три основных пункта для черного пиара Сформулируй вопрос Ты что, дура, что ли? Сформулируй вопрос Я научился, я научился как-нибудь со самкой разгадить Можно я попытаюсь ответить? Ты идиотка, что ли, скажи? Глупая молодая идиотка Что тебе рассказать? Как делать черный пиар, скажи? Три пункта для начинающего блогера? Три пункта, да, для начинающего блогера, чтобы выделиться Смотри Насчет черного пиара С этим нужно либо родиться, либо... Либо идти нахуй просто Либо идти нахуй просто Правильно я сказал? Все Свободно Дайте ей платок пусть убьется Тихо, ну пиздец, у меня теперь ничего не получится Ты что, гонишь? С кем? С ни с кем? Не получится ни с ни с ни с кем Да Даша Скажи мне, пожалуйста Почему нема нормального видео с твоим порном? Точнее, твоего домашнего видео Че есть? Че есть? Че есть? Ну это вообще стоп-тема У нее есть домашнее видео Чего есть? У нее есть домашнее видео с его парнем Почему нету вожди? Я понять не могу Будет еще, будет, все будет Ты серьезно говоришь? Да Он правда говорит? Да Мы молочали У нас есть еще такая рубрика Вопрос из заведения У нас еще есть несколько заведений И люди могут приходить туда и оставлять свои вопросы для наших гостей Вот на экране сейчас будет вопрос от нашего гостя Ю, привет, это Фрэнк Бэй Баста на Новом Арбате У меня вопрос к инстасанке Ты сделала губы, вставила грудь Что дальше? Удаление ребров или импланта в ягодице? Господи, из какого подъезда вы его достали? Он просто зуб мудрости забыл вырвать, поэтому так разговаривает. Ну, не знаю, мне кажется, это какой-то некорректный вопрос. Ну, типа, сделала и сделала. А зачем ты все это сделала? Ты не нравилась, да, себе? А! Не, да я не про порно... А я уже... Я умоляю. Слушай, ты человек, который столько вырвает просто... Вырви глаз на пространстве, ты слово порнография... Все, все, я не хочу, господи, говорить о всем о том. Не вопрос. Не, ну, сделала, потому что я просто подумала, что... Сиськи нужны крутой телке, и все. Просто нужны крутые сиськи крутой телке. Многие люди... Чего же греха дает? Многие люди тебя обвиняют, что многое, что ты делаешь и выдаешь за право, на самом деле ложь и обман. Мы решили расставить сегодня точки над «и» и предлагаем тебе пройти детектор лжик. Ты готова? Первый вопрос. Тебя зовут Даша? Да. Правда? Правда. Что смешного? Это просто проверочный вопрос, который пытается вывести человека, определить кольеровку реакции. Тебе 20 лет? Да. Это правда? Следующий вопрос. История «Зеленкой» постановочная? Нет. Это неправда. Ну, говорят, что это ты сама себя облила. Может такое быть или нет? Нет. Это меня облили «Зеленкой» возле офиса. Облили и убежали. Я знал это! Дальше, 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 дальше. Тихо, секунду. Скандал с визажистами – это фейк? Нет. Ты считаешь своего парня талантливым? Да. Правда. Ты сама слила свое порно в интернет? Да. Правда? Да. История с ограблением твоей квартиры – это пиар-ход? Да. Правда? У меня разъебано, блядь, все просто. Просто, блядь, все. Сухая, блядь, 4 миллиона рублей, нахуй, спиздили. Просто, нахуй, пиздец. Как ты думаешь, родителям стыдно за твои поступки? Отцу – да, маме – нет. Ближе к правде. Готовы переспать с незнакомым мужчиной за миллион рублей? Нет. Правда. Готовы переспать с незнакомым мужчиной за миллион долларов? Нет. Появляются сомнения. Ну, как и нам, как-то. Даже Кейкстон уже засомневался, запереживал. Ты считаешь себя недостаточно популярной? Нет. Неправда. Ты считаешь, что ты круче меня в рэпе? Нет. Правда. Аплодисменты. Спасибо, Алексей. Спасибо большое. Дорогие друзья, сейчас будет голосование. Голосование покажет нам всем результат. Кто будет платить за сегодняшний наш ужин. Если вы поверили и вам все показалось, пусть было спорное что-то, но показалось, что она отвечала честно, наша гостья, Дашка, да? Вы должны поднять красную гориллу. И тогда за сегодняшний ужин плачу я. Если же вы считаете, что она была не до конца честна, даже если она была вам не симпатична в своих ответах, если она была не честна, поднимаете черную рыбу, и тогда она, как настоящая миллионерша, заплатить за то, что, так сказать, было потреблено нами, съедено, выпито, поедено. Итак, голосование. Поехали. Ну, я могу сказать, что ты всем приглянулась сегодня. Аплодисменты мы платим за счет. Спасибо нашей гости. Спасибо, Даша. Спасибо большое. Харт-корт.